Почему критикуете бердянскую власть? Ну ее трудно не критиковать. Поэтому я уверен, что тут огромные проблемы. Люди, которые взялись за руководство города, похожи на людей, которые видят самолет первый раз и сели за его штурвал. Заводчик бердянских ботаферм, я думаю, что тот человек, кому выгодно остаться у власти. Это дорогостоящее предприятие ботаферма, поэтому вы знаете о том, что хороших содержать людей это крайне затратно, но в этот раз они не сработали на свою оценку, поэтому такой результат, какой случился у нашего Пономарева Александра Сергеевича, он не радужный для него. Один хороший бот зарабатывает порядка 15 тысяч гривен в месяц. Это не политический вкус. Чтобы вы понимали, местные политические ячейки это такие ресурсы для достижения цели. Поэтому я уверен о том, что те вот закрытое акционерное общество, которые были до Зе команды, наверное, они должны уйти в прошлое. Потому что, когда один человек скупил в Бердянске все партии, оппозиционный блок был единственный, который принадлежал не ему. Поэтому, чтобы составить конкуренцию достойную, меня туда пригласили и я сделал то, какая была цель. Один член Пономаревской команды не стал депутатом. Ну, а никаких долгих размышлений по этому поводу не было в 2015? Насчет чего? Насчет оппозиционного блока. Нет, я сразу, как только меня приглашали, тогда еще там не было одиозных фигур из Киева, из Москвы. Поэтому я сразу сказал, как только в этой команде я услышу, что кто-то поднимает российский флаг, я поотрубаю руки, а сам выйду. Я это предупредил сразу. Деньги. Не за деньги. Самое необычное, это моя самая сногсшибательная рыбалка. Это когда на Чукотке, на Камчатке за бутылку водки нам подарили два мешка красной рыбы и мы потом их долго тащили по тундре. Мое место силы – там, где есть море, чайки и тишина. Есть определенное место. Верховая. Если команда мне доверит, то да. Желание есть. Желание есть помочь этой команде, потому что будет общий результат, и я хочу, чтобы он был достойный. Когда пришла команда Пономарева, было мне предложение участвовать в избирательной кампании Пономарева, в народные депутаты. Я ответил отказом, поэтому была зачистка всех председателей комитета микрорайонов по всему городу. Вы знаете, и на Лисках, и на Слободке существует по два комитета. Это вследствие того, у тех времен, когда просто приезжали люди на автобусах, принимали участие в голосовании и меняли председатели, какие нужны. Замечательная, замечательной благотворительной деятельностью он занимается, меценат, сумасшедший, нежадный, хороший человек, в принципе хороший человек. Но, к сожалению, хороший человек не профессия, поэтому депутатская работа – это, прежде всего, законотворческая работа. Ему это не удается, он это не сможет, ему это не интересно, поэтому, где сейчас находится Украина, огромная часть его вины. Владимир Павлович Чепурнов, я знаю лично, и он знает меня лично, мы с ним работали. Он был замечательным главой райгосадминистрации. В тех опциях, в которых он работал, как чиновник, ему было достаточно. Город – это коммунальное предприятие, он к этому не готов. Зачем он согласился, я не знаю. И мне жалко, по большому счету, этого старика, который на старости лет наелся такого ушата негатива, что вот то все хорошее, которое он создавал и в Бердянском районе, и в Приазовском районе, к сожалению, разобьется вот причал Бердянского порта, причал Бердянского. Это хороший человек, но, к сожалению, он выбрал для себя сложный путь, в котором он мало что понимает. Ну вот просто взять человека с улицы, хорошего активиста или блогера, и поставить его мэром – это будет неправильно. Потому что нужно понимать всю сложность задачи руководства огромным городом. Такого человека, пусть даже, если назовут Ильина, хороший человек, хороший профессионал своего дела, но я хочу, чтобы он до конца понимал, если он согласится, до конца понимал, насколько сложно руководить городом. То есть это Ильин пока, да? Пока один из людей, за которыми пойдут люди – это Ильин, да. Но те инновации, которые придумал Баранов, они были новаторскими и для Украины в том числе. Поэтому Баранов может, и у него еще есть здоровье, он может подсказывать, он может быть экспертом для нашего города. Ну и надо прислушиваться к живому классику, я и так его называю. А по вашему мнению, он может еще стать мэром? Я думаю, что он должен сильно подумать, потому что годы идут, эта работа требует огромных сил. Огромного здоровья, огромных сил. Валерий Алексеевичу здоровье, но еще раз говорю, вот то, что на старости лет Чепурной пошел на эту должность, он потерял массу, колоссальное здоровье. Не приобрел славы, потерял здоровье. Жаль старика. Когда сотрутся границы, я уверен, что это будет совсем скоро, гражданство будут просто приглашать людей, взять гражданство Англии, Америки, Франции и так далее. Это произойдет лет через 50-70, но это будет. Уйдут паспорта, уйдут визы. Ну и об этом я сказал в одном посте. Когда Россия нам пригрозила указательным пальцем, Украина ответила средним. Вот такая дружба на пальцах у нас, если коротко. Поэтому нельзя диктовать народу, соседнему народу, ну пусть это будет звучать почти братскому народу, почти братскому народу. К сожалению, нам всунули нож в спину. Поэтому сейчас мы, украинцы, благодаря этой агрессии пересматривают отношения к россиянам. Это нехорошо. С соседями нужно жить максимально дружно. Если не получается, огромный забор с крокодилами. Комфортно. Я сравниваю интернет с колесом. С колесом, которое придумали люди давным-давно. Когда просто сел и поехал, а интернет это написал и тебя услышал весь мир. Перед выборами многих топ-блогеров Бердянска пытались перекупить на свою сторону. Понимая, что в интернет сообщество скоро станет одной из составляющих победы. А вам такое предложение поступало? Поступало. И? И вот не там. Сколько там нулей было в этом предложении? Ну, я вам скажу, что это даже не один раз было. В моем списке увольнений присутствует даже Брыль. Потому что был пост Брыля, под которым я сделал коммент. Потом была с замом его Гугниным. Мы немножко поспорили под этим же постом. После этого ночью уже последовал звонок от Брыля директора моего предприятия. И была команда уволить под любым предлогом. Это какое предприятие? Санаторий Нива. Жил не прогибаясь, воевал не прогибаясь и умер полный рост. Огромный потенциал, огромная харизма. Делал как умел. Не всегда может быть корректно, но это его право. Человек, который прошел через войну, через Лавайск, имеет право спросить в тылу, а как вы живете. Причем спросить с нервом. Он это делал с нервом. Поэтому бердянцы должны быть благодарны такому Сармату. И когда меня спросят, что такого Олежка сделал для Украины, я скажу так, как всегда отвечаю. Он сделал нас сильнее. Вот это Бархатное море, оно делает бердянцев мягче и добрее. Мы такая маленькая Одесса, такая периферийная Одесса. Поэтому я не часто езжу в маршрутках, но когда езжу, я вот не люблю их, но обожаю вот этих кондукторов, которые продают билеты. И совсем недавно, вот то, что я видел, это было при мне, когда кондукторша кричит через весь салон. Он говорит, парень, я тебя вижу, передавай на билет. Он держится одной рукой за эту палку и говорит, если я сейчас брошу палку, я упаду, девушка на колени. Он говорит, ты что голубой, падай, передавай на билет. Немножко странный сервис. Ну вот не буду далеко ходить, просто печальный сервис. Это когда вчера бабулечка померла на центральном рынке и два часа ехала то ли скорая помощь, то ли ритуальная служба. Поэтому когда умер один человек и за ним едут два часа, наверное, это сервис. То ли много умирает людей в Бердянске, что тоже проблема, и они не знают, разрываются, кому ехать. Но вот печальный опыт буквально на днях, это человека забирали два часа, который лежал на центральном рынке курортного города. Ну вы знаете, он такой трошки инвалидный у нас местный совет, потому что называть это боевой единицей демократии я не стал бы. Если кто-то думает, что демократия это такая форма, одна из форм рабства, я вот не соглашусь. Поэтому когда 20 человек голосуют так, как думает один человек, а остальные просто пассажиры не голосуют или поднимают руки, это ненормально, это не демократия. Зеленский красавчик в силу того, что он поломал стереотипы тех людей, которые были у власти, я к ним тоже отношу себя. Почему я сейчас немного, крайне осторожно советую молодым людям из-за команды. Они должны наработать свой опыт ошибок и принимать свои решения. Они будут другие. Если я посоветую, это будет решение 90-х годов. Это неправильно. Они должны принимать свои решения. Почему мы сейчас очень доверяем своим детям? Не потому что они живут в Англии, потому что у них другого мировоззрения. Они по-другому мыслят. Когда моя внучка были там вот в твоем саде наверху на Азмоле, подошли к черте, где висит поворозочка, там фотографируют только свадебные кортежи, висит такая табличка «Входить запрещено». И я ей говорю, вот такая 4 года. Я ей говорю, давай зайдем, я тебе сфотографирую и сделаем красивое фото. Она говорит, нельзя, не можно. Я говорю, мы только туда и обратно. Она говорит, не можно. Повторила три раза, развернулась и отошла. То есть люди другой формации. Они должны думать по-другому. Мы должны дать базу, как таблица умножения. Все остальное они должны думать сами. Зеленский придумал ответы на многие вопросы. Поэтому победил. Хорошее интервью, позитивное. И я хочу верить вместе с вами о том, что ваша работа даст какую-то пищу для размышлений нашим горожанам. Нельзя продаваться за какие-то мзду при выборе решений. Когда в обществе разносят аптечки, это больное общество. К сожалению, нужно воспитывать ментальность общества. Огромная проблема. Смотрите интервью на следующей неделе с Максом Проценко.